всем огромный привет очень рада приветствовать вас на своем канале сегодня я вас встречаю вечером мы готовимся к поездке на дачу я сейчас делаю сэндвичи я уже помыла овощи нарезаю колбаску прошу прощения за посторонний шум это посудомойка загрузила ее на ночь хочу сделать девчонкам пикник саша будет жарить что-то на гриле но пока это все будет готово все уже 300 раз проголодаются поэтому пикник вообще все сэндвичи всегда я делаю с творожным сыром не использую майонез на кетчуп ничего такого и в этот раз хотела сделать то же самое но как-то оказалось что мой творожный сыр испорчен я не знаю как это произошло и пришлось использовать знаменитый китчин с смешать майонез кетчупом тоже получается вкусно но майонез у нас очень редко дома едят он есть и время от времени мы покупаю так что время было позднее где-то в районе 12 ночи я взяла сделать сэндвичи поэтому готовим с тем что есть и сэндвичи я сделал в виде заготовок а завтра на даче мы их пожарим на гриле так они получаются очень вкусными потому что если просто делать такой бутерброд и не поджаривать хлеб то вкус вообще не тот получается не так вкусно если я готовлю сэндвичи дома то я смазываю их растительным или сливочным маслом ту сторону которую буду поджаривать и либо на электрогриле поджариваю либо на сковороде получается очень вкусно для начинки можно использовать абсолютно все что угодно главное чтобы было вкусно добавить свежести добавить каких-то овощей я тонко-тонко нарезала огурец для того чтобы все это лежало плотненько и сэндвич не разваливался несколько сэндвичей сделаю с ветчиной и сыром также добавлю колбаску которая нарезана и также эту колбаску просто возьмем с собой для того чтобы перекусывать и несколько сэндвичей сделаю с тунцом сначала намазываю половинку хлеба соусом потом выкладываю лист салата ветчину огурец колбаску сыр одну сторону другого тоста также смазываю соусом и накрываю и и и А вот сэндвичи с тунцом я всегда готовлю с майонезом Беру консервированный тунец в собственном соку, добавляю соль, перец и майонез Все хорошо перемешиваю, получается такая кремообразная масса Больше не добавляю никакой соус, в принципе нет никакой необходимости Если вы любите, можно добавить какие-то соусы чили, соусы терияки, что-то такое, что еще больше даст вкус Очень вкусно с тунцом также сочетается яичко, отварное или, как я сделала, пожарила омлет Авокадо также прекрасно сочетается Не обращайте внимания на то, что у меня такой огромный кусок хлеба, толстый Конечно, когда сама режу хлеб, я делаю это гораздо тоньше Но это мы недавно забегали в кафешку, и у них есть такой прикол Они в качестве презента дают хлеб Его можно забрать с собой, я забрала с собой как раз-таки хлеб И вот он уже порезан такими большими кусочками Но когда на гриле жаришь, от веса хлеб становится тоньше Поэтому он сам по себе мягкий Также было вкусно Мне нравится сочетать с тунцом черный хлеб или хлеб зерновой Выкладываю на ломтик хлеба лист салата Сверху вот эту массу тунца с майонезом Добавляю огурец, яичный скрэмбл То есть я жарила яйцо не как омлет с добавлением молока А просто на небольшом количестве растительного масла Быстренько перемешала яйцо, получился такой яичный скрэмбл Также добавляю сырок, можно добавить соленый огурчик Или, например, маринованный, по желанию Получается в любом случае очень вкусно И также положила помидорки Мы приехали на дачу, я с самого утра решила сделать зарядку Если честно, я очень давно уже не занималась спортом Не делала вообще никаких физических упражнений Потому что по здоровью просто вообще не могла И сейчас решила начать с чего-то максимально легкого На Фитстарс мне очень нравится программа зарядки Это то, что заряжает энергией Вообще не тяжело и очень полезно Очень классно, что можно заниматься где угодно А на природе это просто самое то На природе заниматься гораздо лучше Очень удобно, что для того, чтобы тренироваться где угодно Вам нужен любой гаджет, который поддерживает интернет И коврик для тренировок Может быть еще кроссовки, коврик и то не всегда Я просто захожу в свой аккаунт на Фитстарс И начинаю тренировку Доброе утро, я надеюсь, вы выспались Я не устану повторять, что после того, как открыла для себя площадку Для онлайн тренировок Фитстарс Спорт стал частью моей жизни Я занимаюсь с удовольствием Потому что для тренировок нужно всего от 7 до 30 минут в день Вот реально не больше и никакого дополнительного оборудования На Фитстарс более 1000 разнообразных тренировок Там, по-моему, даже 1200 И все эти тренировки очень разнообразны Так как мне действительно по здоровью нельзя было какое-то время заниматься спортом Я немного побоялась и решила втянуться в тренировки и выбрать что-то полегче Я выбрала зарядки Зарядки — это вообще кайф Я раньше зарядки не пробовала А сейчас они вошли в мою жизнь Обязательно каждый день, каждое утро делаю зарядку Потому что ты не устаешь от зарядки Ты только наполняешься энергией Ну, нет такого, что ты потеешь, устаешь Потому что это зарядка Но, тем не менее, включаются в жизнь, активно начинают работать абсолютно все группы мышц И организм просыпается Мне настолько это понравилось Я теперь, как открыла для себя, делаю зарядки каждый день А вообще на Фитстарс есть тренировки вообще по различным направлениям Это и похудение, и растяжка, и зарядки, и йога, и зумба, пилатес, и так далее Просто вообще на любой вкус Все тренировки, как я уже сказала, проходят без какого-то специального оборудования С собственным весом Вы можете тренироваться дома, абсолютно где угодно В любое удобное для вас время Когда захотели, тогда и тренируетесь И все тренировки настолько понятны Настолько хорошо объясняют тренеры Потому что тренеры здесь самые лучшие Такого уникального набора тренеров, которые составляли программы на Фитстарс Вы реально не найдете больше нигде Эти программы составляли лучшие российские фитнес-тренеры У меня оформлена безлимитная подписка И я советую сделать вам то же самое Один раз заплатил и пользуешься всегда Тем более, что по промокоду Олечка получается очень выгодно Там действительно большая скидка Но если не хотите оформлять подписку навсегда Также есть и другие варианты подписок И на год, и на месяц Для того, чтобы попробовать Но я бы вам советовала оформить безлимитную подписку Потому что вы всегда будете на спорте Вы всегда в любой момент можете зайти Вам не нужно ничего оплачивать Реально, один раз заплатил Это очень выгодно Тем более, что на Фитстарс также есть раздел с рецептами Это вкусные, небанальные рецепты Которые, к тому же, способствуют похудению Обычно, когда готовишь что-то Ищешь какой-то рецепт ПП Ты попадаешь в такую ситуацию Блин, что готовить У меня просто муж сейчас на ПП уже долго И он вообще не ест Я позволяю себе много не ПП, а он нет И я частенько сюда заглядываю Для того, чтобы приготовить ему что-то гораздо более диетическое Чем я готовлю обычно Формат тренировок очень удобный Просто смотришь и повторяешь за тренером Также тренер всегда подсказывает В какой момент нужно дышать Как нужно руку повести Или как согнуться Что нужно прочувствовать в этот момент А любимые тренировки можно сохранять в личном кабинете Чтобы быстренько зашел, включил и начал тренироваться И также есть раздел с личным прогрессом И вы видите свои параметры Сколько за все время вы потратили калорий Это, кстати, очень мотивирует Тренироваться больше еще и еще Также на Фитстарс есть раздел с тренировками Для детей от 3 лет Которые проходят в игровой форме Что является отличным способом Приобщить ребенка к физической какой-то активности К физкультуре Мы так соскучились по даче По вот этому свежему теплому воздуху В итоге я вообще ничего на даче толком не снимала Немножечко поснимала вам моменты Как Саша жарит сосиски Если честно, я рассчитывала, что он приготовит Что-то очень вкусное и необычное А он решил не заморачиваться И просто купил сосиски и пожарил их Я так, если честно, не люблю Поэтому я с удовольствием ела круассаны, сэндвичи, овощи То, что я приготовила на пикник Я была уверена, что колбаски будут в пиве С соусом барбекю и чили Но не тут-то было Солнца у нас не было А к вечеру поднялся сильный ветер Мы были на даче не допоздна И, приехав домой, я решила заняться домом Помыть духовку Давно я этого не делала Сейчас весна И как-то хочется весь дом привести в порядок Смотрите, какая грязная духовка На самом деле есть, что помыть И для мытья духовки я взяла средство от ГРАЗ, которое купила недавно Еще его не пробовала И вот попробовала его как раз-таки на духовке Очень понравилось Я надела маску, надела перчатки Перчатки прям обязательно Потому что это средство при попадании на кожу Вызывает прям раздражение Там, скорее всего, в составе кислоты Но я, если честно, не читала Думала, что оно будет прям супер вонючее Но нет, нормальное средство Можно было, наверное, и без маски обойтись Но в любом случае лучше надевать маску Когда используешь какие-то ядерные средства Особенно если моешь что-то в ванной Противени и решетки я отнесла в ванную Будем мыть их там Мне нравится мыть такие большие предметы в ванной Это все гораздо проще смывать А для мытья духовки я взяла губку для мытья посуды Старую, которую после этого выброшу Также у меня есть такая абразивная губочка Она не очень абразивная В принципе, не царапает поверхность Но отмывает достаточно хорошо Нанесла средство, там было написано, что нужно его оставить на 30 секунд-2 минуты По факту у меня, конечно, времени воздействия получилось больше И отмыла все хорошо Я не знаю, как можно отмыть духовку там внутри Вот эта задняя стенка духовки Там есть вентиляция Вот эта решеточка И она отмывается, конечно, не очень Не хочется попадать туда повнутрь средством Хотя так или иначе в любом случае попадаешь Наверное, ее можно снять Потому что там есть шурупы Но я никогда этого не делала В принципе, меня и так устраивает Помыл духовку и отлично Кстати говоря, после того, как помоешь духовку Или там микроволновку намоешь Такое потом приятное ощущение С таким удовольствием ставишь туда что-то запекаться И даже просто заходишь на кухню И прям видно, что духовка свежевымытая Также я опустила нагревательный элемент Протерла его, скажем так, влажной тряпкой Там еще было какое-то средство на этой влажной тряпочке Но вот прям средство я туда не наношу Не знаю, можно это делать или нет В принципе, нагревательный элемент Чего его мыть Он, конечно, до состояния нового В любом случае не дойдет Потому что это нагревательный элемент Там все нагревается И он чистый, потому что он раскаляется До невероятных температур Поэтому я его просто протерла Поставила обратно Боковые решетки у меня снимаются Я думаю, у всех так же И их я отнесла в ванную Для того, чтобы помыть Решетки моются у меня всегда очень легко Можно даже их помыть средством для мытья посуды Единственное, чуть больше усилий нужно приложить Потому что так или иначе в духовке все брызгает Единственное, достаточно муторно Вот так вот каждую решеточку промыть Ну, один раз потратив время на это Потом с удовольствием пользуешься духовкой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На место устанавливаю решетки Также возвращаю противни Я их как-то предварительно не промывала Потом средством для мытья посуды Вот, посмотрите, какая чистая духовка Там есть маленький участок, который не отмывается Но он у меня не отмывался Там было огромное пятно, когда мы сюда въехали Которое застоялось Смотрите, какой чистый, просто идеальный противень И я до максимума там отмыла Но там совсем не видно Там чуть-чуть осталось Так что я довольна Духовка практически как новая И вот я обязательно после того, как помою духовку Каким-то агрессивным средством Включаю ее на максимальную температуру И даю поработать хотя бы полчаса Для того, чтобы все вот эти химические элементы Выветрились Потом я ее открываю Уже после того, как прогрела И уже до конца все выветривается Нет никакого запаха, ничего Все расщепляется под воздействием высоких температур Снаружи мою духовку средством для стекол Протираю сначала микрофибровой тряпочкой Потому что там есть какие-то жирные пятна И дети трогают, и я, когда готовлю Ну, так или иначе, пачкаю А потом уже на сухо бумажной салфеткой полирую Чтобы все было блестяще и красиво Девчонки, хочу порекомендовать вам книги Которые я сама для себя недавно открыла Это просто находка Настолько они классные Что я не могу не поделиться с вами У нас есть такой магазин Sticker Shop Это магазин для подростков Там продают комиксы Наверное, для подростков в большей степени А так и для людей увлеченных Которые увлечены теми или иными героями И там также продают книги Мои девчонки любят туда ходить И в очередной такой поход Я решила посмотреть, какие книги продают И выбрала вот эту Но молоко к счастью И вторую Каролина Могу сказать, что эти книги подходят абсолютно всем Вот ровно с того момента, как ваш ребенок начинает что-то понимать В литературе Отдавать отчет в том, что происходит Ну, наверное, это 5-6 лет И дальше просто до 99 плюс Мы с Ульяной сейчас читаем вот эту книгу И когда я ее читаю Мне настолько нравится Настолько интересно Также взрослым Понятно, что восприятие абсолютно разное В зависимости от возраста Это история, которую рассказывает отец своим детям В какие передряги он попал Когда пошел за молоком А все начиналось очень просто В доме просто закончилось молоко И папа пошел за ним Очень классная И вот это Каролина Мне кажется, это уже чуть более взрослая книга Но не точно Это все как будто бы страшилки Но на самом деле совершенно не страшные Нет никаких супер ужастиков Скорее, не знаю, приключенческий детектив, что ли Для людей всех возрастов Для маленьких людей и больших Автор Нил Гейман Вот эта книга Но молоко, к счастью Кстати, лучшая детская книга Года по версии The Sunday Times Так что эта история получила еще и награду Кстати, кому важно Иллюстрации здесь черно-белые Но очень интересные Ульяна немного вредничала Что иллюстрации черно-белые Но рассматривает Вы слышите, какой у нас ветер просто жуть Но рассматривает все равно с удовольствием Здесь книга большая по объему Но практически на каждой странице есть иллюстрация И мало текста Так что если вашему ребенку лет 7, 8, 9 И ему еще тяжело много читать Ну, там, читает он хорошо Я думаю, что вот учиться Вернее, такое первое чтение Это то, что заинтересует вашего ребенка Потому что школьная литература Которую задают на лето Или что-то подобное Я не понимаю, как это может Привить ребенку любовь к чтению Любовь к чтению Я уверена, может привлечь Только интересная, увлекательная история И здесь как раз вот именно не тяжело читать Каролина Уже чуть более страшная история И уже, видите, чуть более взрослая Здесь картинок практически нет Но это интересно и захватывает А теперь я решила навести порядок Во всех ящичках в комоде И заменить ручки Я в прихожей так до конца Прихожую до ума не довела Купила ручки золотого цвета Чтобы заменить их на комоде Чтобы это все сочеталось с новыми шкафами И еще у меня там кавардак В нескольких ящиках Потому что я оттуда взяла контейнеры Которые переместила в шкаф А когда я их оттуда брала Я все достала И вот так кучей положила И вот когда это все Ты знаешь, что ты там будешь убирать Наводить порядок Ты уже и возвращаешь на места Все далеко не так, как оно должно было лежать Вообще здесь была очень удобная Организация хранения Порядок, беспорядок вернее Здесь не наводился вообще Кроме одного ящика Где бумаги Это прям совсем мое нелюбимое Разбирать вот бумагу Разбирать всякие счета У меня это все складывается в одну Стоп А потом приходит час расплаты Когда нужно найти какой-то счет Или еще что-то Я их хочу разложить И убрать в ящик Чтобы они хранились вертикально Вернее в шкаф А один ящик я освободила И потом, увидите, переместила туда Свою технику Которая у меня хранилась в спальне Но это исключительно такая блогерская техника Решила себе выделить целый ящик В прихожей Освободить немного места в спальне Потому что в спальне и так Места особо не хватает Но сейчас меняю ручки И хочу сказать, что ручки здесь стояли Родные икеевские Так как икея не работают Вопрос стал, где взять ручки Я планировала их поменять на золотые Нашла обалденные ручки на Wildberries Они мне даже больше бы подходили По стилю Потому что ручки на шкафах Они такие прямоугольные Прямые Ну как бы современные Но тут один нюанс У меня остались следы от старых ручек На комоде Их нужно было закрыть Поэтому на Wildberries я нашла точно Такие же ручки Как родные икеевские у этого комода Только золотые И заказала Я вам ссылку оставлю Вообще неплохого качества Единственное, пара ручек Немного шатается Но там был комплект Из четырех ручек Я заказала два Мне всего нужно шесть Поэтому если вдруг где-то брак Можно заменить А старые ручки я сложила в пакетик Вместе с шурупами Чтобы ничего не потерялось Единственное, пакетик большой Меньше не было по размеру Если вдруг нужно воспользоваться Ты всегда забудешь Если все сложишь Там шурупы к шурупам А ручки к ручкам Родные вещицы Вот такие Должны храниться вместе Протираю пыль У меня есть шкафчик Где хранились тапки Там конечно пыли больше всего Какая-то ворса Протираю Навожу порядок И дальше буду раскладывать Также вооружилась Мусорным пакетом Выбрасываю мусор Много от чего На самом деле Избавилось Так вот незаметно А насобирался целый Большой пакет Тапочки складываю по местам Нам удобно Когда тапочки хранятся Вот так в выдвижном ящике У каждого в принципе свои Редко когда кто-то прям Пользуется этим ящиком Но вот когда смена сезонов У меня просто чуть что Сразу мерзнут ноги У меня есть разные виды тапок От легких До супер-супер теплых Также и дети Дети у меня тапки Не уважают Но когда пол холодный Я все-таки заставляю их надевать Это несколько месяцев в году У нас невероятно холодный пол Но сейчас у нас появились соседи До этого их не было Возможно Если соседи у нас снизу будут жить У нас пол не будет таким холодным Верхний ящик принадлежит мне Там лежат мои шапки Перчатки Шарфы То чем пользуемся Они в данный момент Вот если это то Что прямо сейчас я пользуюсь Это хранится при входе Получается что На летний сезон Абсолютно все туда Шапки Перчатки Все находятся в этом ящике Благодаря вертикальному хранению Ничего не теряется А детям принадлежит Второй ящик Он больше принадлежит Все-таки Ульяне Потому что у Лизы Шапок много И они хранятся отдельно В шкафу Я отдельно поставила Но так вот все что детское Какие-то также мелочи Например там Опушка от капюшона Если я в какой-то момент сняла А потом захочу одеть Пальса от курток Также хранятся там И вот вертикальное хранение В этом случае Лучшее что можно придумать Потому что Такая мелочь Как перчатки Особенно детские варежки Все это теряется постоянно И часто ты даже забываешь Что у тебя есть И особенно если это вещь сезонная А так открываешь И сразу мигом Находишь все что тебе нужно Здесь я ставлю контейнер стук Который получается мне не подошел По размеру Который я купила по ошибке Здесь стояли два маленьких И это было хранение Гораздо более удобное Чем вот такое Но за неимением чего-то другого Располагаю все так В принципе нормально Главное порядок Все видно и удобно Когда делаешь генеральную уборку Лично по мне Лучше все вытащить из ящиков Так точно ничего не пропустишь От всего избавишься И когда ты все выгрузил на пол Тебя хочешь не хочешь Потом все это нужно Убирать разбирать И ты не можешь махнуть рукой И сказать А ладно пусть так Потому что это уже на полу лежит Так что это моя система уборки В ящик который я выделила себе Я отправила технику Перенесла также контейнер Скуб из спальни И у меня также в нижнем ящике Лежало не пойми что Какие-то вещички для улицы Детские игрушки Я их перенесла От чего-то избавилась К примеру От ракетки Которая одна Больше ни ракетки Ни мячика нет Где это непонятно И там же у меня лежали пакеты Все наверное Как и я Сохраняют подарочные пакеты На случай А вдруг пригодится Я хотела сначала От них избавиться Честно Потом посмотрела И решила Что от одного избавлюсь Остальные на всякий случай оставлю Но бывают такие ситуации Что идешь в гости А тут как бы Подарочный пакет Может пригодиться Но этот ящик у меня Остался практически пустым Там пакеты И ноутбук Который мы все здесь Обещаем отнести в ремонт Он там у меня сломан Так что нужно будет Этим заняться Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А корреспонденцию я разобрала Отправила по разным вертикальным органайзерам Для хранения бумаг Которые подписаны И сразу понятно Где и что искать Протираю пыль Не могу сказать Что я тут супер дизайнер Но притащила сюда золотую вазу Решила Что почему бы и нет Сейчас все такое холодное Она добавит тепла Но не уверена Что смотрится это вау По-моему неплохо Вот что у меня получилось Порядок в каждом ящике Теперь с удовольствием Открываю Все видно Сверху кладу ароматизатор Потому что все-таки Сезонные вещи Лучше когда приятно пахнет У меня также в тапках Лежит такой сильный ароматизатор Саше И там всегда приятно пахнет Несмотря на то что это тапки И может пахнуть совсем по-другому Вот этот ящик Получается полупустой Может быть найду ему применение Здесь у меня хранится техника В принципе это порядок Хоть так и не скажешь И тапки Тапки я складываю один к одному Они не занимают много места А на этом мое видео Сегодняшнее подходит к концу Спасибо что досмотрели до конца С вами была ваша Лиля Власенко До встречи в новых роликах Всем пока-пока